Продолжение следует... Продолжение следует... Маленький в город Якутск перегоняю, в Якутске он встанет на автовоз и уедет дальше. Ну, как бы, если хозяин разрешит его будущий хозяин сказать куда, то я расскажу куда. А так вот, продаю своего верного товарища, который служил мне 6 лет верой и правдой. Вот так. Ну, отправлюсь, поеду в Якутск, и в Якутске, возможно, это еще не точно, поеду на Ленские столбы. Да. Ну, как бы, это такой будет чисто такой блогерский такой заезд. Обязательно покажу Ленские столбы вам. Может, кто-то там присоединится еще ко мне, тоже из блогеров. Короче говоря, будет интересно. Да. Ну, это будет завтра с утра. А сегодня я поеду к Тимофею. И, ну, там мне надо кое-что обсудить, сказать, предупредить, что я уехал и так далее и тому подобное. Там с Женей, возможно, по рации свяжемся. Еду на мотоцикле. Да. И поеду, скорее всего, под такой интересной дороги, через лес. Именно через лес поеду, потому что там меня кое-чего интересует. Так, вон, Артем пошел. Все, ребята, здравствуйте. Рад вас приветствовать на своем канале. Давайте начнем. Приятного вам просмотра. Вот это подарки, которые уезжают. Которые уезжают к новому хозяину моего грузовика. Кстати, это колеса от пожарной машины. Вот это все дело на дисках. Четыре диска задних, два диска передних. И все, резина. Ну, тут есть, конечно, и докатки, но есть и новенькая резина. Вот такая вот история. Да. У Яны Владимировны тут смотрите, что творится. Здравствуйте. Привет. Ты куда? Три литра бензина зальешь? Нет. На восьмой только. Угу. Озеро еще не замерзло. У нас сегодня довольно-таки тепло. И еду я через лес. Поеду через лес. Не по реке. По реке, конечно, верняк, но по лесу хочется как бы проехать. Так что сегодня мой путь через лес. Так, ну, чего интересного будет, покажу. Если там что собьюсь, тоже покажу. Но должен нормально заехать. Доехать. Итак, в путь, дорогие друзья. В путь. Здесь у нас лошадки отдыхают. Ну, нормально. Иду прямо по курсу. Очень хорошо иду. Без всяких проблем. Вы знаете, буквально 10 лет назад эта дорога была невозможной. Ну, а тут проехать было довольно-таки проблематично. Именно в это время года так тут вообще был просто досвидос. Ну, вот сейчас, видите, из-за засухи дорога превосходная. Это могила, с которой разобрался пожар. А вот этому памятнику снесло крышу березой. Ну, сравнительно недавно. Ну, вот плита надгробная. Вот я тут проезжал. Старинное кладбище. Все-таки, ну, короче говоря, курс правильный держу. Видите, как бывает? Это такой небольшой ориентир у меня. Вот по вот этой дорожке. А там старинное жилье, но от него ничего не осталось. Блин. Показывать ничего. У меня тут перекур небольшой. Ну, сухо-то сухо, но ехать все равно трудновато. Сейчас еще гляну трекер. Посмотрю, как тут чего. Ну, места, конечно, узнаю. Но все равно надо по трекеру ехать. Так что так. Ага, так что так. Здесь давным-давно жили люди. Давным-давно. Вот это вот, это свежак с шифером. И это вообще какая-то, какой-то навес, что ли. Но тут я это очень хорошо понимаю и знаю, потому что это старинный погреб. Вот здесь давным-давным-давным-давно жили люди. Очень давно. Видите, как низовой пожар с деревом. Но не разобрался, не успел. Очень хорошо. Ладно. Поехал дальше. Сегодня мотоцикл здесь остается. Тут, в принципе, близко метров. Наверное, 400-500 всего. Наксиво. Так что. Так что пусть остается. А тут, кстати, вот протоптано, видно. И там по траве тоже видно по траве прямо, что протоптано. Сейчас очень интересно будет, встретить или не встретить. Все. Ну, конечно, всегда без предупреждения. Так что, наверное, получится все нормально. Если нет, все оставлю, да поеду. Видите, пока аллея прекрасна. Потом чуть-чуть пойдут. Вон, я в прошлый раз, я возле того дерева оставлял. Силы хватило до сюда доехать. Сейчас уже не могу. Уже внутри все органы как миксером перемешаны. Так что. Наездился по качкарям. Видите, потом тропинка вот такая становится. Дын-дын-дын-дын-дын. Дын-дын-дын. Через лес. А тут потопим по болотам. Надо перейти. Вот был бы тут... Было бы лето, как бы мокрое, да? Здесь бы вообще по пояс было бы. Потом такая тропинка. Вот. Среди елей, покрытых мухом. Потом через осиновую рощу и березовую. Так, я же не заблудился, не? Да не, не должен. Не должен. Да, вот. Вот она. И вот тут заготовочки. Вот так. Уже рядом. Вот одно из старицы. Вон там, видите, там же болото было. Это здесь было русло реки. И оно и сейчас, вон, видите, тут... Не все так радужно. И вот выход на избушку Тимофея. Так, какую сторону? Какую сторону? Видите, как обгрызли сухостойно дрова Тимофея. Так, ну пошел я дальше. А, я забыл. Еще одна вон там старица. Еще одна старица по этой старице тоже. Текла. Вода. И сейчас тоже все высохло. Но я помню, когда здесь вообще по пояс было, довольно-таки много воды было. Сейчас, видите, нету ничего. Так, ну вот, строение начинается. Тимофея. Погреб. И далее. Сейчас посмотрим. Сейчас, подождите-ка. Не буду выключаться пока. Вот. Мы выходим на реку. На реку Лилюй. Видите, у него мели. Мели уже, слава богу, подтапливает. Вот локатор. Да? Локатор, привет. Хозяин дома не в такое время. Дома, не дома. Непонятно. Сейчас посмотрим. Жалко. Очень жалко. Да? Ой, тетю. Нас карится. Твой хозяин. Кутузова тоже где-то нету. А, не, вот же он. Кутуз, привет. Ну, где Тимоха? А, фиг его знает, да? Скажи, не знаю. Все спят. Вот так. Так, ну. Что я могу сказать? Сейчас все оставлю. И... И поеду-ка я. Придется вернуться за мотоцикл. И через все это переехать. Переехать, вот так спуститься. И выехать на реку. Будет очень интересно. Интересно. Ну, только вот где Тимофей Александрович, это никто не знает, да? Чего тебя не взял с собой, а? Я знаю, куда он пошел. Я знаю. Это в трех километрах отсюда. Он на Старице сетку проверяет. На то он и променад перед отъездом. Надо приключения себе найти. Сейчас посмотрю, постараюсь доехать до Старицы. и это... Как-то так. Ладно. Поехали дальше. Ну, дядька тоже кормится, а? Такой. Так, сейчас оставлю записочку, если все-таки не это... не встречу. Ну, и поеду домой. Посмотрю еще через Старицу проеду. Там он или нет. Ну, а потом уже домой. Ладно. Звуки всякие разные. Видите, картошка выкопана на поле. Вот так. Вот так вот проехать между этими деревьями. Так. И тын-дын-дын-дын-дын-дын. И туда. Блин. Ну, так-то рискованно немного. Я же не этот... Не красавик какой-нибудь. Затейник. Ладно, что. Первый раз. Блин, жалко, GoPro не взял. Сейчас бы прицепил бы. Сейчас же такой бы шедевр увидели. Но... Было бы интересно, конечно. Ладно. Сейчас тут немножечко расставлю. Немножечко приберу. И проеду. Блин. Жестко. Ладно. Это все ерунда. Это специальная... Специальный блокнотик оставлять в послании разнообразные. Так что вот. Если не увижу Тимофея Александровича... Ну, вообще затея как бы классная. Переехать и проехать потом по реке. Это, конечно, очень интересная затея. Ну, ладно. Еще не факт, что его там можно будет найти, но кроме как на старицу он не ушел. Ой, кстати, затягивает этот... Затягивает облаками небо. Сейчас что-то будет, блин. Или снег, или дождь. Все так затягивает быстро. Натягивает именно оттуда. Там небо капец серое. Видите? Сейчас постараюсь таймлапс записать. Как-то так все интересно. Как бы мне не возвращаться в какую-нибудь жесть. локотер. Сейчас я, короче говоря, отсюда приеду. Ладно, давай. Минут через 15 буду. Давай. Я так прошелся пешочком, трезво подумал. Блин, этот километр это будет очень опасно, неприятно и сложно. но прям проверка для самого себя. Так что посмотрим, проедем. Я думаю, сильно я не переломаюсь, если даже упаду где-нибудь. Буду медленно ехать. Так, друзья, реклама. Вы видели все ту дорогу, по которой я на нем проехал. К сожалению, нет гоупрошки, чтобы показать вам, что было. и это самая настоящая реклама. Yamaha Travel Way. Самый классный эндуро мотоцикл. Отличительная черта, это, кстати, любимый мотоцикл японцев. Отличительная его черта, что он как от в отличие от своих там коллег, которые по 400 кубиков, он не пытается вас убить, а вы пытаетесь убить его, но никак не получается. Единственный мотоцикл, который доехал до Антарктиды самостоятельно. охраняется Так что вот такая вот история. Для людей, которые любят активный отдых, таких, как я, поездкам по лесу, вот, низовой двигатель. Очень хорошая штука. Очень хорошая. Можно проехать абсолютно везде. Сейчас я буду повторять там, не повторять, сейчас будет смертельный номер, для меня смертельный номер, это поездка бам, вот туда, вот туда, 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 здесь угол такой неплохой и вот так, и вот так, вот так, и вот туда. Ну, в принципе, может, для каких-то стрит-рейсеров. Это ерунда. Но для меня это не ерунда. Для меня это жестоковато. Так что, к сожалению, жалко, что я не взял все-таки GoPro. Будем сейчас дерзать. Говорю вам, это мотоцикл, который может все. Да? А я скажу, чего? Я сам обалдел. Да-да. Ладно, поехали по берегу теперь. Это гарантированно, то, что он на той стороне. То есть, то, что он на этой стороне, а не на той. Вот. Это говорит о том, что он тут. На этой стороне где-то. Очень нехорошо. Так. Здесь надо очень аккуратно действовать. Так, чтобы еще Тимоха не подстрелил. Самое главное. уже неаккуратно получается. Лодышко же была. кто-то угодит этим офисея. И нету его тут. К превеликому сожалению. да. Очень жалко. Ну, конечно, где находится... Ух-то, утки полетели. Ух-то, утки полетели. Видите, нет? Где находится Тимофей Александрович знает только Тимофей Александрович и Господь Бог. Так что, вот так. Не нашел я его сегодня. И я это все равно выложу. Чтобы вы знали, что не просто так это все делается. А я поехал. А я поехал в Якутск завтра с утра. Постараюсь постараюсь до темна попасть домой. Здесь что-то уже такое начинается. Непонятно что. И завтра раненько утром машина уже практически собрана. Завтра рано утром дерну домой. Друзья, до скорых встреч. Никогда не болейте. Будьте всегда здоровы. Сейчас эта гадость у нас ну вы понимаете, да, какая. Так что желаю вам ее не зацепить. Да и вообще не болеть. До свидания. Увидимся. Увидимся послезавтра скорее всего. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok